Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем исследование по рождественскому синопсису. Синопсис — это согласование разных текстов, разных Евангелий, которые свидетельствуют о теме Рождества. И сегодня мы будем читать с вами Евангелие от Матфея, 1 глава с 18 по 25 стих. И здесь мы находим следующие слова. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святаго». Почему Дева, которая должна была родить в этот мир Христа Спасителя, при этом сохранить свое Девство, она была обрученной Девой? Для этого было несколько причин. Одной причиной мы уже касались. Иосиф оберегал девство Пресвятой Девы Марии от возможных посягательств со стороны молодых людей. И наверняка были желающие посватать ее за себя. Но если она обручена, она жена Иосифа. Иосиф обрученник был пожилым человеком. Кстати, дальше в Евангелиях она называется женой Иосифа. И он принял ее как свою жену, свой дом. И после того, как узнал о ее тайне. Была другая причина, почему она была обручена. У пророка Исаия сказано, «Сидево в очеве примет и родит сына, и наличет ему имя Эммануил». Как мы видим из 4 главы Евангелия от Матфея, дьявол очень хорошо знает Священное Писание. Помните, когда дьявол искушал Христа, он говорил, написано о тебе, сказано о тебе. И, конечно же, дьявол знал сказанное о Сыне Божьем в Ветхом Завете. То есть еще до Рождества Христова «Сидево в очеве примет и родит сына». И дьявол внимательно наблюдал за всеми благочестивыми девами, подозревая в каждой ту, которая может родить Христа Спасителя, Мессию. И чтобы до времени скрыть деву от дьявола, это обрученная дева. Обрученная дева, она выпадала из зоны внимания дьявола. Она уже не находилась в этой группе риска. Не надо приписывать дьяволу свойства Бога. Он не всезнающий, он не вездесущий, он, как любая тварь, имеет положение во времени и в пространстве. И чтобы до времени обезопасить Пресвятую Деву, она была обрученной. С другой стороны, необходимость этого обручения, мы тоже об этом говорили, заключалась в том, что родословие Иосифа – это было царское родословие от царя Давида до Иосифа. А родословие самой Пресвятой Девы Марии, хотя восходило к Давиду, но не царским путем через Соломона, а через Нафана, Натана, который не стал царем. А Христос должен быть истинным царем, истинным пересвященником, истинным пророком, будучи истинным человеком и истинным Богом. И здесь было важно, чтобы Иосиф усыновил Христа и сообщил бы ему царственные права своего родословия. И мы вспоминали с вами Иакова Израиля, который усыновил детей своего сына Иосифа Прекрасного, монасты Ефрема, и ввел их в 12 колен Израиля. Поэтому было несколько причин, почему Дева была обручена. И так прежде, нежели сочетались они, то есть вступили в отношения, оказалось, что она имеет в очеве от Духа Святаго. Но евангелист Лука помог нам понять, что когда они обручились, они сразу отказались от этих отношений. Потому что когда обрученная Иосифу спрашивает Архангела Гавриила, как это будет, если я мужа не знаю, это непонятно. Ведь она уже обручена. Если ей говорят, что она родит, она должна сразу предположить, что от Иосифа, хотя он и пожилой, но для Бога все возможно. Но она так спрашивала, как это может быть, я мужа не знаю, имея в виду, что она не собиралась его знать. Ибо пожилой Иосиф сочетался с Девой Марией, чтобы оберегать ее девство. Считается, что святой и праведный отец Иоанн Кронштадтский тоже дал обет воздержания вместе со своей супругой. И мы знаем, что у них не было детей. Это очень непонятные слова. Что значит «будучи праведным», «хотел отпустить ее». Если речь идет о ветхозаветной праведности, то по закону обрученная ему невеста, если она забеременела, он должен взять ее за волосы, привезти к городским воротам, где сидят Элагим, судьи, и судить ее, и чтобы ее побили камнями. Это праведность Ветхого Завета. Так о чем же говорит Евангелие, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. То есть хотел как бы подставить другую щеку. Это праведность Нового Завета. Иисус Христос еще не родился в этот мир, но праведность Его распространяется, струится из лона Пресвятой Девы Марии, будучи праведен в новозаветном понимании этого слова. А новозаветное понимание праведности предполагает любовь к врагам, молитва за обижающих, благословения проклинающих. Это чудесный текст. Иосиф же муж и я, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Возникает вопрос, почему архангел Гавриил не сообщил Иосифу об этой тайне? И прежде всего, почему сама Дева Мария не сообщила Иосифу об этой тайне? Святые отцы говорят, эта тайна столь велика, что если бы Дева Мария сказала бы, Иосиф бы не поверил. ведь она сама спрашивала, как это будет? Ей самой было дано подтверждение «И сродница твоя, Елизавета, неплодная, уже несет в чреве своем». Поэтому все, что бы она ни сказала, это было бы очень неправдоподобно для Иосифа. Но Мария ждала, когда Господь пошлет свидетельство обручнику Иосифу, этому праведному человеку. И это происходит. Но когда он помыслил это, то есть отпустить Деву Марию, ангел Господень явился ему во сне и сказал «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Витя он называет ее женою, подчеркивая, что она сохранила ему верность. «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго». Если Деве Марии ангел, архангел Божий Гавриил является наяву, то Иосифу обручнику во сне. В чем разница? Мы исповедуем Деву Марию выше, ангел архангел тем более выше людей, даже таких святых и праведных, как Иосиф. Ангел, явившийся ему во сне, успокаивает его. И он говорит, «Родит же сына и наречешь ему имя, ты наречешь ему имя, отец нарекает имя, или усыновитель нарекает имя и сообщает права своего родословия. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Здесь как бы игра слов, само имя Иисус означает спасение от Господа. Наречешь ему имя спасения от Господа, ибо он спасет людей своих от грехов их. Значит, Он Иисус и есть Господь. Его имя на это указывает. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Если Иосиф не поверил бы Деве Марии, потому что это великая тайна, и потребовалось, чтобы явился ангел, был другой случай за несколько столетий, когда тоже потребовался ангел, когда муж праведный по имени Симеон читал пророка Исаию, он переводил с еврейского на греческий, и он прочитал, «Се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Он взял нож и хотел из кожаного свитка вырезать слово Дева, Алма, и заменить словом Иша, жена, потому что если примет в очреве, то не Дева, тем более если родит сына, то не Дева. И когда Симеон хотел это сделать, явился ангел Божий, который сказал ему, ты будешь жить, пока не увидишь Деву, которая родит. И проходили столетия, десятилетия, он прожил более трехсот лет, и он приходил в храм и вглядывался в тех Дев, которые приносили туда своих сыновей. А это делалось на сороковой день, и он внимательно следил из года в год, из столетия в столетие, он уже устал, и однажды он увидел Деву, которая родила. И он прославил Бога. И Иосиф, вразумленный ангелом, встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господь, и принял жену свою. Принял как жену, то есть не сомневаясь в ее верности. она зачала не от мужского семени, она зачала от Духа Святаго. Еще в раю, когда прозвучало первое Евангелие, первое благовесть об Иисусе Христе, эти слова, как воинский призыв, были обращены против змея, и было сказано, что будет вражда между семенем твоим и семенем ее, то есть Пресвятой Девы Марии, и что от семени жены родится тот, который сокрушит главу змея, что значит от семени жены? Это значит безучастие мужского семени. Таковой является Пресвятая Дева Мария. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Конструкция этого предложения очень сложная, и эта конструкция может создавать неправильную иллюзию, что до рождения не знал, то есть не спал с нею, а потом, когда она родила, начал с ней жить. Так толкуют протестанты и неопротестанты. Проблема заключается в том, что еврейское слово даат, которое означает познание, несет в себе двойственную нагрузку. Даат это опытное постижение чего-либо, но даат это действительно, как сказано, и познал Адам Еву жену свою. Но прежде всего даат это опытное постижение. Поэтому, если мы смотрим комментарии отцов церкви и не знал ее, то есть до конца не понимал ее величия, до конца не был посвящен в тайну ее превосходства, выше ангел, архангел, херувим, серафим. Как наконец она родила сына своего первенца, а вот тут он познал ее величия, потому что пастухи, которые пришли с поля в пещеру, они сказали, что видели сон ангелов, которые проставляли чудо Рождества, он познал ее величие, оно было раскрыто перед ним. И в Библии есть текст у великих пророков, где сказано «теми воротами, которыми вошел Господь, человек никогда не пройдет имя». Это о Пресвятой Деве Марии. Она была Девой до Рождества, в Рождестве и по Рождестве. Присно Дева, всегда Дева. И когда Сын Божий рождается от нее, она рождает без мучений, на это обращает внимание Амвросий Медиаланский, другие отцы, потому что Иисус Христос не может являться источником мук. Да, она испытает муки в своем сердце, но это из-за дурных людей, когда она увидит, как эти люди вбивают гвозди в его руки и ноги, и ей самое оружие пройдет в сердце. Но Христос выходит из нее, не разрушая ее девство, как дверями затворенными он вошел в Сионскую горницу, не разрушая девство пресвятой, он выйдет из нее в этот мир, явит свое присутствие, и не только человеки, но и ангелы будут смотреть на него и постигать характер Бога, Отца. Ибо сам Христос позже скажет, видевший меня видел и Отца. Почему Бог является в этот мир в виде отрача млада, маленького ребенка, младенца? Блажен Августин предлагает интересное решение. Он говорит, мы слишком взрослые в своей греховности, мы покрыты коростой своей взрослости во грехе, мы как бы замоторевшие, по-славянски если говорить, в этой греховной корости, и нас ничто не может вывести из этого состояния, но когда отрача млада и одновременно предвечный Бог, открывается нам во дни Рождества, мы все становимся немножко детьми. Короста этой взрослости во грехе дает трещину. Мы, выходя на улицу после богослужения, смотрим на небо, не увидим ли мы Вифлеемскую звезду. Мы дарим подарки друг другу и принимаем подарки с радостью. этот день, день колядок, день богослужения, день причастия, день радости. Небо и земля ныне торжествуют, ангелы и люди ликовствуют. Тайна Рождества это тайна веры. И дай Бог нам, чтобы свет Вифлеемской звезды освещал не только наши сердца у верующих, но чтобы он коснулся сердец наших родных и близких, чтобы и они вошли в эту радость рождественских дней. Если мы будем живы, Господь позволит, мы будем с вами в следующий раз говорить о том, как к Богу Младенцу пришли волхвы, об этом рассказывает Евангелие от Матфея, и пришли пастухи, об этом рассказывает Евангелие от Луки, то есть будем продолжать изучение, исследование рождественского синопсиса. Берегите себя с Богом. Христос рождается. Славите! Редактор субтитров Редактор субтитров